Добрый день, а сегодня поговорим про датчик HDC1080 от TI. На самом деле я сейчас ищу хороший датчик, который будет стоить недорого и будет довольно-таки точный для метеостанции и всяких самоделок. Почему выбрал TI? Потому что TI известная компания и я действительно им больше доверяю, чем, например, каким-то самоделкам или каким-то китайским брендам. Что касается самой покупки датчика. Покупал я его в LCSC, стоимость до 9 долларов, то есть фактически там 10 долларов, когда покупаете 10 штук. Чем больше покупаете, тем, конечно, выгоднее, но в основном я беру партиями по 10 штук. Плата 10 штук и сами датчики 10 штук. Теперь перейдем именно к TI. Сам TI меня чем еще обрадовал, что они сейчас начинают позиционировать, даже не позиционировать, а развивать свою отрасль таким образом, что если есть какой-то датчик температуры, влажности или там еще какой-то барометр, они делают сразу код под данный датчик для Ардуино, что действительно может радовать. По самому датаршиту, что мы получаем? Плюс-минус 2% по влажности и плюс-минус 2% по температуре. Очень хорошие показатели, но это, скажем так, показатели в приятных регионах, точнее, в приятных диапазонах от 20 до 60% влажность, а температура фактически от 15 до 35-40%. То есть, таким образом, в простой температуре, комнатной температуре, он довольно-таки точный. Ну, а дальше уже, если вы идете минус 10 и выше, точно стеряется. Точно так же точно стеряется после 65. Но датчик, повторюсь, довольно-таки хороший. Теперь переходим. В коде все просто. Используется только одна библиотековая. В сетапе мы инициализируем последование соединения, инициализируем I2C-коммуникацию, делаем преднастройки данного датчика. И здесь в цикле мы просто делаем фактически вызов на считывание параметров, получая нашу температуру и влажность, и выводим ее. А здесь вот RedSensor, которая наша функция вызывается, она вот здесь описана более подробно. Таким образом, мы просто приподготавливаем наши переменные, делаем считывание наших данных, точнее, при подготовке считывания делаем запрос, и дальше уже, когда мы получаем ответы, мы уже начинаем их распарсивать. Когда мы это все распарсили, мы формируем значение для температуры и значение для влажности. Таким образом, наша программка, в принципе, работает. Давайте подключим данный датчик к ESP-шке и посмотрим на его работу. Подключается датчик довольно-таки просто. По A2C мы используем D1 и D2 порты, просто вставляем наш датчик, и вуаля, наши значения начинают поступать. В квартире действительно очень жарко и сухо, я закупорил полностью балкон, чтобы снять видео, и батареи просто топят максимум. Сейчас надо будет открывать, обычно я сижу с полностью открытой балконной дверью и окном на балконе, и у меня температура не спускается ниже 22. А сейчас действительно, учитывая лампы, которые стоят наверху, температура действительно повышается. 28 и 65. И давайте для проверки еще вставим точно так же второй датчик и посмотрим. Действительно 28, фактически 65, 28, 12. Показатели температуры аналогичны, но влажность чуть-чуть может падать, потому что есть пальцы, которые берут данные датчики, и учитывая то, что я говорю, фактически над самим датчиком, то влажность все-таки маленькая, но попадает на сам датчик. А на этом все. Ссылки на товар и ссылки на печатные платы, включая исходники, я оставлю в описании. Что касается данного датчика, он мне действительно понравился, и я его буду дальше использовать в моих поделках. А вот единственный вопрос к вам, какой форм-фактор для модулей, допустим, той же температуры и влажности, вам больше по душе, потому что я решил использовать своего рода вот такой вот форм-фактор, такого вида, как вы видите. То есть у меня есть и TI-модуль, и BME-шки, и есть еще SHT20, точно такой же модуль, будет скоро обзор на него. Но может быть вам такие модуля не подходят, и вы имеете какое-то другое желание, или другое видение на то, каким должен быть модуль. Напишите об этом, пожалуйста, в комментарии, было бы действительно интересно получить ваш отзыв. А на этом все. Если хотите поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь, и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok